Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и знакомиться с их автобиографией. Пая Иванович, сербский реалист-художник, который нарисовал более 1100 работ. Подучи одним из лучших европейских живописцев восточных сцен, Пая в конце 19 века обратился к изображению исторических событий сербской истории. Пая также был ведущим портретистом Европы после 1905 года. Был очень востребованным портретистом во всем мире, что сделало его невероятно богатым при жизни. Во многих европейских и международных музеях хранятся его работы, подписанные разными именами, в том числе Пауль Джоанович, Национальная галерея Виктория, а также два портрета в Музее изобразительных искусств штата Юта. Пауль Джоанович, Пауль Иоаннович, Пауль Иоаннович и просто Джоанны. Так он подписывался. Родился в Австрийской империи, современной Сербии, город Ршатце, 16 июня 1859 года. Его отец был фотограф. Начал рисовать сам, сначала тайно копируя церковные картинки и проводя часы в пустую церковь, которую он считал своим первым учителем. Однако в то время, когда церковный муниципалитет в городе решил заказать новые колокола для собора, и когда возникла необходимость создать рисунки святых, стало известно о его таланте. Таким образом, уже в 14-летнем возрасте Иоаннович получил свое первое звание, и благодаря значительной похвале своего рода пропуск в Вену и возможность поступить в Академию. Свои первые лекции по искусству и знания он получил от своего учителя, Падетского. Отец уезл его в Вену в 1875 году, когда ему было 15 лет, где уже в 1877 он поступил в Академию изящных искусств в класс профессора Кристиана Гриппенкель. Окончил Академию в 1830 году, посетив несколько важных курсов, преподаваемых Леопольдом Карлом Мюллером, известным как «Востокове». Я цитирую переводную Википедию. Публика и многих искусствоведов обратили свое внимание на молодого художника, и в 1883 году он подписал контракт с французской галереей в Лондоне. В 1888 году он был провозглашен членом Сербской Королевской Академии. Рисовать женщин для Паяноча всегда означало изображать красоту. Он просто не хотел видеть их уродливыми и старыми. Даже когда шла речь о не очень красивых женщинах, он всегда пытался найти в них красоту. Сосредоточился в основном на истории Сербии, описывая различные исторические события. Расписал иконостас в церкви святого Николая Вдолова и православном соборе Новосаде. Большую часть времени он проводил в своем ателье в Вене, где обосновался, и иногда заезжал в Белград. В 1940 году он стал почетным гражданином Ршатса, а в 1949 году был награжден Орденом Заслуги за народу, или Заслуги перед народом, первой категорией. После ранней смерти жены он жил тихо и одиноко в Вене до своей собственной смерти в 1957 году. Согласно его завещанию, урна с его прахом должна была быть перевезена в Белград, где в 1170 году был открыт музей Паяноча. Включен список 100 самых выдающихся сербов. Вот так вкратце из переводной википедии о сербском реалисте, художнике, который нарисовал более 1100 работ Пая Иоаннович. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.